добрый день дорогие друзья мы начинаем эфир передачи обзор рынков вам управляющий фиба групп и с нами сегодня будет александр кравчук трейдер из северодвинска архангельской области александр добрый день заходите к нам в эфир привет здравствуйте здравствуйте коллеги что вчерашний день у нас был очень интенсивный очень веселый вчера я видел что вы проседали до 900 долларов я видел и думаю что это был максимум хотя может быть что-то и больше было вот но сегодня когда я уже после обеда посмотрел обратил внимание что все вернулось что асада кривая доходности пришла на нужный уровень 26 38 это и по моему до 26 38 не было обратил внимание что доходность хорошая на средства фама что месячная доходность 28 47 вышла обратил внимание что один из контрактов вы закрыли видимо с хорошей прибыли 2 оставили ну что если вы нам расскажете как это было и как вы умудрились что у вас ни одного седого волоса в голове казалось вчерашнего дня мы с удовольствием узнаем об этом ну в принципе ничего такого страшного вчера и не происходило то есть даже политику ожидаемо не изменили монетарно ну и движение были умеренные на рынке самом деле сейчас в принципе современный с нашей текущей волатильность на финансовых инструментов плюс минус там 80 100 пунктов по тому же евро доллару не должно вызывать каких-либо настроений панических мы тут бывать на новостях видим по 300 по 500 когда действительно регуляторы выступают и какие-то принимают решения так что в принципе ничего такого серьезного не произошло даже было немножко скучновато так скажем настроение было не очень сил до результатов нашей сборной поэтому события было все дело текущими не таким интересным на самом деле ну да и ладно в принципе что далось заработать немножко вниз немножко вверх то есть там сям локально по ситуации профит был и по продаже и покупки но сначала по покупке потом по продаже до в силу того что динамика развивалась через все таки об тренд немножко да как ожидалось оптимизмом восприняли единственно что в преддверии самого решения регулятора и в преддверии выступления председателя доллар начал сразу услабить странно было бы логичнее сделать наоборот хорошо так и так то есть видимо рынок даже не стал ну ожидая что не будет ничего серьезного рынок не стал делать никаких ловушек никаких заманушек реально стал отрабатывать движение то которое в принципе первичным вот анализом и приходит на то есть политика не меняется ситуация с трендом по доллару продолжается никаких воротов не будет поэтому локального он снизился сейчас конечно сегодня от купили обратно все имеется ввиду по индексу доллара и правильно да эти объем надо было закрыть нужно было обновить максимум то есть там где люди обычно ставят стоп-лоссы за локальными уровнями да и необходимо было бы исполнять абсолютно логично так же самое по евро доллару да тот рост который вчера получил за свою сессию европейско-американскую сегодня полностью нивелировали идет к целям 1150 ожидаемо может чуть чуть ниже сижу жду сейчас еще точки для покупки анти врату а не оборачивать буду уже буду держать держать потому что 1 на 20 я помню наш ориентир вот две сделки которые сейчас минусе это что у нас это золото по моему одно из них да 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 это все то же самое золото многострадальное на который я смотрю все думаю где живую группу говоря как бы все это собрать какой-то интересный паттерн где уже есть и это тот же евро доллар покупка маленькая там наверху зависла повыше она была открыта там не 114 так как она совсем минимальная я не стал ее свое время закрывать ожидая вот этого снижения снижение было прогнозируем вот если что там даже выходила в профит буквально пару пунктов но даже с учетом свопа я бы опять попал на минусов я не стал накопился я не стал этого делать потому что у меня по отрицательной сделки в пунктах убыточные сделки не закрыты но закрыта она в минус попал из-за свопа накопленного я не стала закрывать понимаю прекрасно что цена туда вернется никак не влияет в сути на результат весь этот текущий минус чуть больше 100 долларов по сути это золото золото я забыл куплено или проданная продано игре если было куплено я бы на него смотрел более оптимистично продано золото самом низу локального движения посмотрим я думаю что еще вернемся этих движений перейти поймите да это вообще это 001 лота с таким депозитом это просто любой свопа текущей позиции за сутки больше чем результаты по этим сделкам за день но это абсолютно не интерес как бы в плане финансового результата от них только никакого абсолютно просто сейчас уже интерес спортивный но и статистику на счете тоже портить смысла нет таких позиций конечно контракты серьезные года плоту там по полтора я не позволяю себе передерживать позиции данного было бы все уже закрыто так что здесь такой какой-то психологической нагрузки никакой нет просто для статистики операции по счету двигаются понятно ясненько александр спасибо ну что как видите рынок а какие торговые идеи ну в принципе да давайте так с терминалом посмотрим индекс доллара что же там произошло и евро доллар давайте по другим позициям особо никаких таких нет у меня до мыслей опять же до брокеры переводят все кроссы в основном на только закрытие вообще то есть только фунта содержащий фунт доллар да но и остальные другие многие пары кроссовые до переходят на закрытие режим закрытия со следующей недели сегодня четверг как бы что-то строить какие-то планы на других валютных парах вообще не вижу смысла более что движение есть по евро доллару и на наличается да и надо его брать так что я на этом опять же сосредоточить вот но принципе видите уже проецируют риски не только на британский фунт но и на всю еврозону по брокситу маржу кстати большинство форекс брокеров уменьшает кредитные плечо до 1 50 то есть обращайте внимание да у кого позиции открыты на крупную маржу торгуют большими контрактами там могут соответственно в два раза больше в обеспечении денежек попросить ну мне это не грозит и мне тут 74000 маржи если даже стало быть 35000 за глаза ну ладно теперь как бы к индексу доллара да моем понимании что произошло вот это движение да хотя но визуально здесь вроде как из трех волн она трех волновым не являлась самостоятельным паттерн не являлась и ожидаемо рынок соответственно через коррекцию на 94 220 до доделывает еще волну c вот эту теперь движение идет вопрос в том будет ли она вот таким стремительным да и упереть впереди прияв уровень 95 43 по индексу начнется движение вниз либо цена сделает такую глубокую a b и c более-менее размашистый паттерн и мы придем в эту же зону но позже но выпадает на 18 понятно да что это будет грубо говоря суббота значит понедельник на понедельник где-то на 8 утра ну на 9 вот в чем вопрос остался ну так или иначе с этой зоны 95 43 45 до надо будет отрабатывать соответственно продажи доллара была через я через валютную пару евро это делал поэтому это покупаю евро ну вот аналогичная до ситуации тоже две целевые зоны немножко смещено здесь по времени да все таки пары свои интересные ну вот у евро доллара остается тут немножко несколько часов для того чтобы успеть в свое ближайший разворот до 18 он должен примерно прийти туда осталось буквально тут считанные пункты совсем считанный там пипсов 15-20 до целевой зоны так самого края и и откуда надо будет принципе пытаться покупать я так пока не планирую опять же близость критического уровня да ну здесь трех волновые модели поэтому ну вряд ли с таких трендов таких моделей разовьется какое-то нисходящее движение серьезно все это пока волна б ну хорошо отлично то есть то я действительно здесь я совершал сделки да то есть у меня как бы продажа покупка до этого закрыта была вчера продажа сегодня в общем такая локальная ситуация отыгрывается рынок походил плюс минус там до 50-60 пунктов есть было где поторговать да сколько тут ну да да почти фигура фигура набралась в более менее было где поработать поторговать девушка по трейдинг золото ну золото куда какой теперь вариант какой еще я придумал вариант по золото в защиту своего шарта ну шучу уже абсолютно да в принципе ничего пытаясь не натягивать все в соответствии с волновыми правилами моделей но не исключается такой вариант что здесь может быть здесь может быть либо соответственно двойная тройка волна w в этом месте до осталось самостоятельным паттерном после чего так как вот этот зигзаг мне не сошелся да вот это движение все w x y серым цветом нанесено в конче в конечный паттерн соответственно может превратиться в тройную тройку но в данном виде еще специфический свой вид как расходящийся треугольник да мы видим что у нас все последующие вершины пока обновляют предыдущие поэтому это может быть расходящийся треугольник волне бы волне 2 его быть не может вот значит треугольником придется грубо говоря это посмотреть да может быть в тройную тройку я выйдете сделал чуть-чуть там не пробив минимум и уйдут наверх но по крайней мере сохраняется такой сценарий также есть еще одна модель до который на данный момент пока имеет свое свойство сформироваться это она здесь посчиталась до сошлась по цене и по времени хорошо пришла вот в это синий пока разворот но естественно спокойно цена может из него выйти это станет не актуальным но пока тогда что на данный момент есть и показывает это в принципе у нас первая тройка в w и потом еще у нас волновая плоскость надо даростки на волновую плоскость перейти потому что в последнем движении все-таки на ракут там вроде как импульс идет я кажется упорно не хочу его размечать потому что он треугольник во второй волне в первой волне 3 самая короткая в общем кучу волнового бреда но так или иначе до импульсная структура в принципе видно уже если не не опускаться так сильно да на мелкий таймфрейм а вот скорее всего это волновая плоскость у нас здесь середине которая селена цветом отмечена и нам нужно будет еще какую-то коррекцию соответственно нарисовать трехволновую может быть импульсную но скорее всего трехволновую уже а потому что сама по себе вся эта большая плоскость вряд ли сформируется плоскость вот сюда до в район теперь 1185 и чуть чуть ниже да то есть там 1175 посмотрим да пока еще такие вот все еще варианты различные всяких волновых паттернов сохраняются все это пока корректирует импульса или один вот и все да может быть но убьют из-за того что причем не факт что его здесь нет но не посчиталось я соответственно пока не беру расчет в этом месте из-за w x y до серым цветом вся волна это вся самостоятельным паттерном не является отсюда вот такие ожидания на всю вот эту на все последующее движение вот если бы сошлось да но был ангалал соответственно и во первых и роде роде рыбы не подцепили у меня на 1200 отложены чем немножко недисциплинированная его там оставил надо было все-таки какой-то запас сформировать ну по крайней мере исполнили там буквально пункт в пункт не в ту сторону значит уровень был значимый но не туда фунт доллар хочу его смотреть да ничего по сути не происходит торговать им нереально я думаю что с понедельника всех заставят грубо говоря с до из этой пары выйти брокеры так или иначе это мы посмотрим как будет происходить события запасаемся попкорном будет интересно ну и вот доллар я до самые интересные события по сути самые решаемые такие да ну конечно золото обновила максимум тоже до 1300 тоже интересно вот и самые интересные события все-таки по доллару я не так как они 105 50 пробили пробили 105 то есть они вышли полностью из всего предыдущего разворотного окна показали нам что лишь была коррекция вот в этом росте да там на 800 с лишним пунктом 800 ошибся на 600 пунктов но вот рост был и сейчас формирует какое-то нисходящее движение но я пока его все-таки в зигзаг в конечном диагональном треугольнике который немножко перестроил немножко он увеличился вот и соответственно теперь у нас цели будут ниже там да там 102 даже чуть пониже 102 надо будет пересчитать в общем в районе 100 практически там мы приходим пока 102 ориентир ну то есть 105 зона разлетелась не осталось от нее следа за буквально сегодняшние ночью утром банк японии не стал менять монетарную политику вообще все участники рынка которые торгуют японский фондовый рынок да и кто там торгует еще вопрос банк японии самого и торгует по сути через т.ф. и через другие фонды скупая все на рынке все выгребая под свои стимулы и вот не раз не расширяя программу стимулов резко укрепил иену наркоманы финансово по-другому не назвать ничего не меняется у них сразу сумасшедшая реакция на на 100 на 200 пунктов на 300 как только меняется они более-менее спокойно спресс активности теперь никогда что-то происходит на рынке когда наоборот теперь для них не происходит на рынке понимать как меняется парадигма то есть если раньше события были когда регулятор принимает какую-то политику до меняет ее все всплеск от информации поступившей сейчас получается наоборот ничего не делаешь всплеск и событий теперь всплеск реакции очень интересно так можно доиграться вообще мне кажется до вселенских каких-то апогейных результатов но банк японии вот проводят все эксперименты смотрим что это будет превращаться но и вопрос оффера как определяете временные разворотные окна для евро и для индлекса доллара да так же как и для всего остального формула по которой считают целевые зоны также применяется и по временным периодам вот и все то есть та формула которая для трендов лежит там написано если прочитаете теоретическое описание буквально тогда абзац один небольшой был вырезан и вставлен в ту область для того чтобы хотя бы как-то объяснить да что это такое там описано что эти же формулы применяются также и для периодов времени если внимательно подумать посидеть по наносить эти значки на график станет понятна логика событий что для чего там делается для коррекции форму не давал ну и не дам это более сложно это более интересно для импульсов бесплатно как бы выложил всем на обозрение чтобы познакомиться соответственно с такой математикой ну вот принципе все что я хотел сегодня сказать поэтому я жду свою целевую зону там два евро то сегодня буквально чисто потому что еще час-два и максим мы зайдем в эту зону я пытаться нара покупать вот 1150 дали замечательно я доволен когда капитал увеличивается больше заявок ставите стакан или как это устроено все это повышается размер лота торгового вот и все то есть да действительно ну понимаете да начинает торговать допустим по 0 10 лота да и потом когда на депозите там десятки тысяч долларов продолжать торговать 0 10 лота но это утопия делать свои там 100 200 долларов также в месяц да но только от 300 долларов это превращалось там в 20 процентов 25 процентов 26 тысяч это будет там 0 0 0 2 процента до кому это интересно никому не интересно то просто капитал будет лежать мертвым грузом и не используется конечно повышается объем торгов вот и все растет депозит растет средства управления растет объем торгов чтобы сохранять ту же динамику по доходность уменьшается депозит сокращаются вот и сокращается оборот сокращается объем торгов но в процесс в пунктах простой как бы прибыли в процентах от депозита по одному пункту примерно одинаковая потому что я все время как бы плаваю по объему позиции в зависимости от средств управления так да да канадец локально наверх я не стала открывать потому что тут в принципе ничего не меняется я изо дня в день повторяю одно и то же до 134 40 действительно он растет причем это движение здесь пока такое в виде импульса то есть будет еще небольшая остановка и проторговка то есть через коррекцию идет то есть не сразу вот таким до растущим быстрым импульсом а через вот такое трех волновое движение то есть мы пока видим только первые волны потом быть небольшая проторговка и еще 2 но так вот если пропорции посмотреть визуально ну концу июня он должен показать вот этих и 134 50 134 отсюда можно будет начинать строить соответственно уже какие-то планы на вот это крупное крупное ослабление пары он тут действительно ожидается приятным да так 15 фигур допустим на дороге не валяются и за месяца два работы от юзать такой грубо говоря тренд вниз почему бы нет сидеть хотя бы половина будет прикольно так золото на 1500 через 1200 да 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 конечно если она сходит там 1200 чуть пониже его все равно ждет аптренд потока нарисовали первые движения в нем крупное сейчас продолжается коррекция закончилась или нет вопрос но у нас еще ждет вот аналогичные движения вот этой зоне здесь у нас был импульс коррекция нам нужно еще нарисовать один будет импульс конечно цели у него ну даже если мы остановимся там на если считать его 1200 либо там от небольших там 1185 который обновит минимум до в случае если обновить все равно его там 1500 у него целевая зона там особо не меняется и это наверно минимум это минимум потому что как ни крутите но даже в текущем варианте это коррекция неглубокая мы сделали от нее от сколько тут процентов 30 до 35 максимум не насчитаешь больше это говорит о том что движение последующего будет соразмерно предыдущим так что 1500 он да это тот самый уровень где золото может потом остановиться на разворот свой локальный такой серьезный не вот такую проторговку хоть и длительную но все-таки это коррекция да с высоту такого таймфрейма если посмотреть это коррекция потом золото на этом районе 1500 может сдать серьезная остановка и разворот она до 1500 конечно понятно что нереально держать по 100 долларов да вот эти откаты в рынке сидеть по сути хорошим объемом да интересно чтобы зарабатывать но пока у другого еще не еще бы не покупал дать ну кстати вот а так у меня же был ордер на покупку он у меня сработал по безубытку я вышел в нескольких пунктах тогда заработал там парочку долларов то пару десятков долларов но это 1325 я наверно буду покупать теперь уже точно почему потому что вот это разворотное окно будет пробита следующие высоко очень и серьезным контрактом пройтись принципе сразу выставить на лот поставлю прям при вас на 1325 покупку вот так что 1325 уже лонгуем все наверное треугольник разлетится который до предполагаемый и от плоскости тут уже ничего не останется и нарождать возврата на 184 будет уже несерьезно пойдем мы сразу туда в район там 1500 вот туда и хочу александр а как же тогда ваше проданное золото что же вы с ним будете делать я ну я покупаю лот продан у меня 001 в сто раз большим объемом захожу в лонг она останется пока потому что в принципе в принципе еще совершенно не факт что мы с 1500 пойдем дальше вполне возможно мы все-таки вернемся на зону и 1200 и даже возможно в район 1040 по зону потому что когда начнется сильный аптренд по доллару не факт что золото стоит восходящем движении не факт вот такие мысли понял вас александр спасибо огромное хорошего настроения удачи на рынке да вам тоже всего хорошего спасибо до свидания спасибо